Мы только что приехали с ОВД области, где вели переговоры с правлением генералом. На данный момент компромисса никакого не дошли. Генерал сказал, что нужно покинуть здание, собраться где-нибудь другом месте. И может быть тогда что-то там через правовые органы в течение полугода, года выдавили. Коалиционный Совет не пошел на эти уступки. Мы месяц ждали, чтобы у нас собрался ОВРАД, она так и не собралась. Сегодня ультиматум в 12 часов дня, в ночи не стекает. Завтра в 12 часов дня, если она так и не соберется, начнет работать народный мандат. Значит, смотрите, сейчас еще поступила информация. Сейчас мы на Совете должны принять решение. Предлагают сейчас ночью собрать, мы должны выслушать, собрать и принять решение. Сейчас ждут от нас ответа. Вне очередную сеть. Но нас устроят только ночью. Ждать до утра, до завтра, до какой-либо даты, не намерен. И, исходя из этого, сейчас нам нужно подолиться, просто обговорить этот момент в следующей решении. Давайте так, следующий. После этого, давайте, через час мы соберемся тоже. Еще этот момент, вы говорите, будет штурм. Откуда такая информация? Это наше лишь мнение, то есть сложившееся из переговоров с товарищем. Я обращаюсь ко всем журналистам. Пожалуйста, если будет штурм, максимально снимайте подробно. Штурм будет, в любом случае, использование незаконных средств. Вы должны это зафиксировать. Что с депутатами еще? Скажите, удалось до них доехать? Часть удалось, но часть так и не нашли. Ребят, смотрите, я вам скажу, более 70 депутатов находятся вообще за границей. Они боятся сюда возвращаться. Более месяца уже сейчас областная сессия не может быть создана. То есть нет коров. Они нам могут обещать все, что угодно. Но не собираются и не принимают это решение. Сейчас уже требовалось от них всего лишь назначить дату проведения конференда. Они просто не собираются. Нет возможности. На последний раз они собрали 43 человека. Все, что они смогли, это выделить. Поэтому, исходя из этого, мы были вынуждены приходить к таким мерам. Это даже не мы. Это народ, который не может больше терпеть. Не может просто слушать те речи со сцены. Они это уже воспринимают как успокаивание ситуации. Они решили брать все в свои руки. Все, что сейчас происходит, все, что происходит. Прошу прощения, в 10 часов мы дадим ответ. Пушилин Денис, член Народного Света. Пушилин Денис. Прошу прощения. Прошу прощения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова